Ксения из Анапы. В лобовое стекло попал камень. Помимо этого копились мелкие неисправности. Пришло время обратиться в сервис. Эту мастерскую посоветовал знакомый. Девушка считает, что специалисты работают достаточно оперативно. Теперь она не исключает, что приедет именно сюда, чтобы подготовить машину к зиме. Если честно, я знаю только нужно, что менять колеса до зимы и все. Я скажу о том, что нужно, чтобы подготовиться к зиме. Мне скажут о том, что нужно то-то, 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 как в принципе всегда это и бывает. Правильно? Сегодня у владельца автомобиля нет необходимости досконально разбираться в его устройстве, как это было еще лет 20 назад. Кроме того, сама техника стала более чувствительна к вмешательству непрофессионалов. Для того, чтобы подготовить к зиме автомобиль из среднего сегмента, необходимо от 4 до 6 тысяч рублей. Это, опять же, средняя цена по городу. Она также зависит от объема выполненных работ. Прежде всего нужно осмотреть ходовую часть, обратить внимание на содержимое бачка омывателя, состояние охлаждающей жидкости и масла. Пренебречь можно маслом, потому что у нас климат теплый, сильных холодов нет, как на северах. Соответственно, можно масло, допустим, двигатель не менять, но обратить на состояние гидровоселителя, потому что он может разморозиться, потечь сальники, то есть там рейка может потечь. Обратить внимание на состояние всех манжетов, соединений, соединение охлаждающей жидкости, то есть всех патрубков. То есть обратить на это внимание, на общее состояние автомобиля. Жителям южного региона автомеханики рекомендуют использовать зимнюю резину без шипов, так называемую липучку. Далее все зависит от каждого конкретного случая марки автомобиля, срока его эксплуатации. Работы можно провести, выделив для этого отдельный день, либо поочередно посоветовавшись со специалистами. Сегодня их задача обозначить проблему, рассказать о сроках, в которые ее необходимо будет решить, и возможных последствиях. Как правило, это более дорогостоящий ремонт.